Сегодня, 1 марта, отмечается Международный день гражданской обороны. Прошел ряд мероприятий. Так, сотрудники Якутской ГРЭС и МЧС провели экскурсию для школьников по энергообъекту, в том числе показали бомбоубежище. Сюжет Виталия Абрамова. Так вышло, что именно бомбоубежище оказалось наиболее интересным местом для участников экскурсии. На месте инженер по вопросам ГЛОЧС провел занятия, рассказал о параметрах убежища. Оно рассчитано на 100 человек и способно укрыть в случае чрезвычайной ситуации персонал станции. Выдвигаем вот эти штоки, то получается закрытие, которое зайдет, соответственно, в эти пазы и обеспечит закрытие вот этого комплекса. Две пары дверей таким образом построены, что эта система должна защищать от избыточного давления, огромного избыточного давления, не просто каких-то там движений воздуха при атомном взрыве. Такая безопасность необходима тем, что в случае военных действий сотрудники станции не имеют права покидать свой рабочий пост, а должны укрыться и продолжать поддерживать работу электростанции. Защитные сооружения, они у нас подразделяются на несколько классов, в частности, вот то защитное сооружение, в котором мы находимся, называется настоящим защитным сооружением гражданской обороны. Оно защищает от проникновения радиации и от прямого попадания. Школьники с большим интересом осмотрели объект, который они видели только по телевизору или в кино, а также смогли примерить противогазы и пообщаться с настоящими спасателями, которые рассказали, как правильно вести себя в случае ЧЭС. Им очень интересно, они уже, как видите, очень заинтересованы в этом. Ну и, что можно сказать-то, ну очень интересные и познавательные. В эти дни по всей республике идут подобные мероприятия, направленные на информирование населения о мерах гражданской обороны, так как сегодня отмечается 85-летие международной организации ГО. Уважаемые ветераны, военнослужащие и сотрудники гражданской обороны, пожарной охраны, спасательные службы и государственные инспекции по маломерным судам. В этот день важны для безопасности граждан России, Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Примите искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, мирного неба над головой и уверенности в своих делах, планах и завтрашнем дне. Виталий Абрамов, Илья Жараев, НЛК Саха, Якутск.